Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга открытым оком. Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2597. Какая налажена хозяйственная деятельность в современных монастырях? Отвечает Патриарх Алексей II. Так, один из столичных монастырей, Сретенский, имея свое хозяйство в Рязанской области, так хорошо его обустроил, что соседний разваливающийся колхоз обратился с просьбой, примите нас. При некоторых условиях они были приняты и вышли из числа отстающих, потому что самым первым обязательством, которое должны были принять селяне, было исключить из употребления алкоголь. Отвечает Игнатий Лапкин. Говоря о монастырях, нужно помнить, что для работы ничего лучше нельзя придумать. Ибо там почти все рабочие. Но назначение христианства не для устройства монастырских колхозов, а для закваски мира проповедью Евангелия и обращения ко Христу. А вот об этом и вопроса даже нет. И в ответ не прошел свет Евангелия. Слуги виноградники работали и неплохо, потому что пришло время плодов. И не сказано, что они прогуливали, пили водку и плодов потому у них не было. Просто они решили все это приватизировать, присвоить себе, а хозяина не пускать к себе виноградник. Это очень похоже на монастырские хозяйства. Трудятся, а пустить Христа к себе, когда он зовет идти благовествовать, их этому не учили и даже напротив научили не слушать тех, кто желает их вывести на проповедь в мир. Евангелие от Марка, 12 глава, 2 стих. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от винограда и плодов из виноградника. Книга Левит, 26 глава, 4 стих. «Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои, и дерева полевые дадут плод свой». Псалом 1, 3 стих. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лис которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». «И будет он, как дерево, и в нем нет». Продолжение следует...